У природы нет плохой погоды, если урожай свой страховать. В многофункциональном выставочном центре Минвод-Экспо провели круглый стол на тему агрострахования как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий. Как происходит выплата по страховым случаям и насколько важно вовремя предотвратить или снизить производственные риски, расскажет Майя Хамдохова. Один в поле не воин, а совместное решение финансовых и производственных задач – благодать. Масштабная выставка на открытом горизонте и под ясным небом. Презентации лучших современных отечественных агротехнологий с инновационными методами землепользования введением перспектив поделились представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и сельскохозяйственных отраслей. Но природные катаклизмы никто не отменял. И на случай чрезвычайных ситуаций, таких как засуха или заморозки, предусмотрен механизм агрострахования. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. В программе страхования ЧИЭС почувствовали ту важность и отдельность, что все-таки выплаты продолжаются. И страховать – это один из механизмов защиты своих финансовых интересов. Участники круглого стола затронули важную тему по вопросу повышения качества страховой защиты и систему урегулирования убытков. Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов отметил, что в текущем году программа страхования на случай чрезвычайных ситуаций доказала свою функциональность – возможность оперативного возмещения страховых выплат. После уборки урожая будут установлены какие-то реальные затраты. Соответственно, страховые компании будут выплачивать, если этот риск был включен в мультирисковую программу агрария. В связи с ущербом, нанесенными майскими заморозками, 10 регионов России объявили режим чрезвычайных ситуаций в период с 7 по 20 мая. А уже с 17 мая аграриями была перечислена первая страховая выплата. К 20 июня объем выплаченного страхового возмещения за уничтоженные заморозками сельхозкультуры составил 1 миллиард 12 миллионов рублей. Главное – это опыт. То есть, по нашей статистике, те, кто получил уже выплату, те, кто имеют этот опыт, они уже не уходят. Может быть, даже они и перейдут в другую компанию, но они останутся в страховом. Среди спикеров принимали участие и представители органов агропромышленного комплекса. В частности, замглавы Тамбовской области, министр сельского хозяйства Алена Сытова, которая отметила главные условия страховых выплат. Дополнительным мотивирующим фактором является установление прогрессирующих ставок на субсидирование. Так, к примеру, по несвязанной поддержке у нас ставка при условии страхования в 20 раз превышает ставку базовую при наличии договора страхования. На федеральном уровне такие стимулирующие, скажем так, моменты также установлены. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.